Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Любимый мужчина был не готов к браку, настоял на аборте и ушел. Через три месяца пришел, говорит, что готов, при спрошении хочет семью жениться, раскаивается. У меня обретение в состоянии истерики, паники, радости, кроссе одновременно. Колбасы не могу контролировать, много сплю, стараюсь идти о правильных ежедневных лапот и забот. Что со мной происходит и как с этим бороться, с ним пока только по телефону говорили и хочет встретиться через несколько дней. У меня страх встречи почему-то. Ну, страх встречи есть очевидель, конечно, потому что, ну, это в целом нормально, то, что вы боитесь встречи, как мне кажется. Вот, потому что у вас это, вот, ну, связано с, получается, с таким большим достаточно количеством переживаний, эмоций. Вот, и вам это тяжело, трудно, ну, удалось, ну, я имею ввиду, прожить, вот, его уход, да, его, такую перемену имеется ввиду. Вот, что, ну, условно говоря, вы отходите, получается, вот, боли, да, как-то вот эту боль проживаете, да? Ну, получается, как-то вы ее проживаете, эту боль. Вот, научаетесь этим жить, а потом, значит, мужчина, как бы, приходит и снова, как-то все это возвращается. Вот, значит, к большому счету, человек, вот, своим раскаянием, он, ну, немного не мало, вот, ну, возвращает вас обратно, вот, в это состояние, состояние. Более, вот, брошенности, покинутости, одиночество, если угодно, вот, и так далее. Ну, опять же, как бы, хотите, ну, хотите вы этого или нет, но это, вот, к сожалению, та реальность, вот, с которой... с которой вы шаг, вот, и, как бы, ну, в этом смысле, наверное, основная история здесь в том, что вы пытаетесь как-то бороться, ну, вот, со своим состоянием, вот, вы пытаетесь как-то бороться со своими, ну, со своими переживаниями, вот, пытаетесь их контролировать, если вы уходите от них, вот, они вас все равно, получается, накрывают, вот, и вы... вот, застреваете, как мне кажется, в попытке, ну, в попытке какой-то удержать контроль, вот, хотя удержать контроль... невозможно, вот, ну, в смысле, ну, не реально подержать контроль, потому что, ну, вот, и... оказывались в ситуации, которые не можете контроль... не можете контролировать, вот, поэтому я думаю, что... Дело в том, что вы изначально, получается, не прожили Трама, которая у вас возникла в связи с тем, что человек ушел. Вы изначально не прожили эту травму и сейчас вы как бы позинайте результат своей активности, своего выбора. И как мне кажется, это является ключевой момент, что с вами, это у вас как бы, ну реакция на сильное потрясение. То есть сначала одно потрясение было, вот, потом, по-видимому, случилось еще одно потрясение, вот и соответственно растерянные чувства противоречивость и так далее. Вот. То есть, ну, такая, в принципе, нормальная реакция. Вот. А, бороться. Но я бы не рекомендовал бороться, потому что, на мой взгляд, борьба может значить только то, что вы продолжите свои чувства запихивать вглубь себя. Вот. Вы не сможете просто двигаться дальше, вы не сможете просто идти вперед. Вот. Как-то так. Так. То есть, в целом, как мне видится эта ситуация, в целом, как мне видится, она мне видится такой, что вы вот очень зависимы от контроля. Вот. Очень сильно, очень сильно зависимы от контроля. И вот, как мне видится на тот момент, вот, вот, контроль, он попытка, перспектива потерять контроль, контроль, он вызывает у вас, вот, желание уйти. Вот. Такая вот история. То есть, нужно понимать, что уход мужчины – это травма. Нужно, нужно понимать это, понимать, что этот факт, что человек ушел – это травма. Вот. И… Вам ее нужно прожить, чтобы получить возможность, ну, быть в отношениях. Вот. С этим человеком. Не с этим человеком. Не с этим человеком. Не ладно. Вот. Вот. хорошо. Ээээ.. Еще я бы сказал, что… не очень… хорошее… история… что человек вот именно раскаивается, то есть как бы, ну, по сути, мало чувства вины здесь история базируется. Это вот очень нехорошая история, потому что чувство вины, оно до добра не доводит, к сожалению, вот. Поэтому вам бы больше внимания уделять мне его раскаянию, а помыть, что он хотел, да, что изменилось и так далее. Потому что хочет семью жениться, это хорошо, но вы, вот, вы, ваша позиция, восприятие вас, ваша позиция для него, как она менялась и так далее. Очень важно это услышать, чтобы понять, что вообще с человеком произошло. Потому что, если этого не сделать, вы просто не сможете двигаться дальше, опять же, будете вспоминать прошлое и так далее, так далее, так далее. Как мне кажется, это, опять же, ну, совсем нехорошая история, совсем нехорошая история. А чтобы это было возможно, вот, чтобы это было возможно для вас, чтобы это было возможно, вот как раз таки и необходимо здесь. Сначала снять свой тонус психоэмоционально. Ну, в идеале я бы предложил бы, конечно, вам, вместе с мужчиной, обратиться к психологу вам вдвоем, чтобы поговорить, высказаться. Понятно. Понятно друг другу. Вот. На всякий случай скажу, что обвинять никто никого не собирается, это абсолютно не та история, где кто-то кому-то что-то предъявляет. Ну, имеется в виду, имеется в виду сторону психолога. Вам, если захочется, там, обвинить, выразить, высказать, там, выразить что-то, то к вам это не относится, конечно. Ну, в идеале, в такой момент мог бы, конечно, существенно помочь вам существенно подкорректировать ваши отношения, которые, ну, сейчас находятся вот в таком кризисе. То есть, значит, последовательность действует следующее. Сначала, вместе с психологом вы одна проживаете травму, работаете с травмой. Дальше, даете себе время какое-то, чтобы, вот, прожить травму, проработать травму, выработать отношения к тому, что мужчина, ну, к мужчине, вот, выработать отношения к мужчине. Если у вас, вот, сейчас этого отношения нет, дальше, значит, встретиться с ним, вы не будете бояться встречи. Встретиться с ним, и если вы решите отношения возобновить, то необходимо вместе с психологом, вот, пообщаться, провести несколько сеансов вместе, чтобы почистить, ну, вот, этот фон, вот, выявить подводные камни отношений. Вот, может быть, какие-то проблемы чисто ваши подкорректировать. Я имею ввиду, во взаимодействии между вами. Ну, вот, и дальше, опять же, посмотреть, да, готовы ли выйти вместе. Вот. Такая история. В целом, в целом мне очень жаль, а, мне в целом очень жаль, что вы, вот, как-то, оказались, получается, в такой ситуации, вот. Ну, для себя. Мне жаль, очень жаль, что вы сейчас это все переживаете, но что получилось, что получилось, вот, нуля. Смотреть, что можно сделать и как двигаться вперед. Вот. Такая вот история. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По умному ответу это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. hat